Лето 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 Следует, что котельная НПУ машиностроения, как и в прошлом году, не уложилась в график, а поэтому горячая вода в жилых домах по улицам Гагарина и Мира будет только через неделю. Наша съемочная группа побывала на улице Гагарина и побеседовала с жильцами, которые терпеливо ждут обещанного. Вот уже должны включить, 8 дней, сказали, 8 дней прошло и воды все нету. Куда мыться ходим? А у кастрюли греем и моемся. Это уже проверено годами. Если они вешают объявление, что с 10 по 30 мая не будет воды, это следует, это естественно еще месяц. Вот так в пересудах и проверках, есть или нет, проходит весь день. Однако начальник котельной НПУ машиностроения Валерий Петрович Морозов по телефону заверил нас в следующем. Сегодня, сегодня, сегодня будет горячая вода. То есть как бы вы обещаете жителям, что сегодня к вечеру вода будет, да? Вечером, ну как бы согласись нагреться, так и будет просидеть, ну как бы большая шанс, согласись температурно, согласитесь, будет большая шанс, естественно, но это будет вода. Ну что к вечеру, более-менее, вода будет все планировать. Итак, вода будет, жители ждут. Счастлива пока только кошка, которой для умывания вода не требуется. В субботу во дворе дома номер 25 по улице Советская среди жильцов разразился скандал. Как ни странно, причиной межсоседского конфликта стало начало строительства детской площадки во дворе дома. Инициаторами ее создания выступили молодые семьи. Это уже не первый их шаг по созданию благоустроенной территории. Ранее они установили во дворе качели для детей. Теперь решили восстановить футбольное поле, на котором играли сами еще в детстве. Назвать начало работ самовольным нельзя. Еще перед началом стройки ее инициаторы взяли разрешение в доме управления на расчистку заросшей территории. И собрав своими силами некоторые средства, принялись за дело. Но никто из них даже не мог предположить, что это вызовет бурю возмущения среди людей старшего поколения. Ну как это так? Мы строили, мы тут сажали, мы все это делали. Я гляжу со второго этажа, а тут все ломают. Боже мой. Мне на старый средт выйти, да посидеть под деревом под каким-то. Извечный спор отцов и детей, непонимание и нежелание идти на компромисс привело к скандалу и приостановке строительства. За свой счет там просили друзей, кто опять смог там, ну как смогли опять сделали. Ну опять нас остановили на полпути. То, что разровняли, это не разровняли, считается. Они доброе дело делают, а люди не понимают. Вон, посмотрите, это же болото. Вот болото, канализация, несколько лет течет у нас. Надо сказать спасибо вот этим людям, что они начали такое дело делать, детскую площадку для детей. Потому что и детям гулять негде, и делают все своими силами. По всем санитарно-техническим нормам ни деревья, ни кусты не должны расти под высоковольтными проводами. Все лесопосадки, будь то молодые деревца, либо обычные, как в этом случае, кусты, вовсе вырубаются. Но пенсионеры никак не хотят уступать. Они боятся, что на расчищенном месте вскоре появятся злободневные ракушки. Ну какие тут ракушки? Ну кто здесь их будет ставить в болоте, тем более. Как они говорят, что болото, как машина сюда проезжает? Ответственность за разрешение спора двух противоборствующих сторон взяло на себя ПТУ городского хозяйства. По словам его начальника Ольги Петровны Павловой, коммунальщики полностью на стороне молодых семей. И разрешение на строительство площадки во дворе дома 25 жители получат. Я приму, конечно, сторону молодежи, буду доказывать, что площадочка эта нужна и помогу им ее сделать. Во-первых, помочь спланировать площадку, это в наших целях. Убрать то, что там уже наворочено, будем говорить так. И, конечно, мы сделаем небольшой проект, тот, который нам подойдет. Я думаю, что построим вместе с ними. По словам Ольги Петровны Павловой, уже к моменту возвращения детей из летних лагерей, во дворе их будет ждать новая площадка и поле для мини-футбола. Ну а для пожилых людей коммунальщики обещают поставить пару новых лавочек и стол для игры в домино. Музыка 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 В понедельник на очередном этапе первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона на стадионе «Стар» встречались футбольные клубы «Реутов» и «Звезда» и «Щелково». Несмотря на 30-ти градусную жару, ретовская команда продемонстрировала яркую и красивую игру. С самого начала наши ребята были настроены на победу. Уже на 14-й минуте нападающий Владимир Джубанов открывает счет. После этого гола пять раз у ворот «Звезды» складывалась крайне опасная ситуация, но ни один из голевых моментов не завершился взятием ворот. Лишь за две минуты до перерыва полузащитник Денис Васин увеличивает отрыв. После перерыва наши ребята забили еще семь мячей ворота противника. Никто и не ожидал такого развития событий. Во втором тайме отличились нападающий Руслан Гневчинский четыре мяча, Сергей Артемов два мяча и Владимир Джубанов один мяч. Реутовская команда одержала уверенную победу. Счет 9-0 говорит сам за себя. Ну что можно сказать по счете 9-0? Только хорошие в адрес победителей. Я бы сказал так, что все хорошо сегодня сыграли. Не было ни одного человека, который бы выпадал из коллективной игры. И все до одного выполнили четко установку, которая была перед этой игрой. Сыграть на счет. Что, собственно говоря, подтвердило счетом 9-0. Следующая игра пройдет 11 июля на выезде. Команда Реутов встретится с футбольным клубом АК из подмосковного Ступина. Не судите, да не судимы будете, гласит библейская заповедь. Женщина не решилась убить свое дитя в утробе. Жила с ним долгие 9 месяцев. Родила и бросила. А потом по-разному складывается судьба таких детей. Сначала они переживают свой первый переезд из родильного отделения в инфекционное, где и будет их первый дом. Четырехмесячный Сергей и Наташа, которые сегодня исполняется месяц, уже живут здесь. Как и благодаря кому они попали сюда. Обычно попадают из роддома на пятый-седьмой день после рождения. Если мама отказывается? Да, если мама отказывается. Я не могу судить матерей. Не возьму на себя такую ответственность. Маленькие обитатели этой палаты получают от медицинского персонала все, что только способны дать люди, всей душой болеющие за судьбу этих детей. За ними ухаживают, лечат, гуляют. Но коллектив отделений все равно не в силах справиться со всеми возникающими проблемами. Ну, проблемы чисто материальные, проблемы с питанием чаще, проблемы с ухаживающими средствами, с памперсами. Все детишки без документов. У них нет ни свидетельства о рождении, ни страхового полиса. А значит, нет никаких денежных дотаций от страховых компаний. Все финансовые расходы ложатся на городской бюджет. Немалые трудности возникают и при усыновлении. Очень часто отказываются матери от детей, которые к нашему городу никакого абсолютно отношения не имеют. Грубо говоря, люди работают, матери работают на рынке. Родили, бросили. Значит, найти их достаточно сложно бывает. Матери, которые бросают детей, достаточно часто они не граждане Российской Федерации. Когда возникает вопрос, допустим, об усыновлении этой категории детей, то еще одна серьезная проблема, которая возникает, это проблема гражданства. И все-таки и медики, и администрация города делают все возможное, чтобы такие дети воспитывались в семье. В настоящее время существует несколько форм устройства таких детей, как социальные сироты, сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения. Это опека, традиционная форма, когда опекун безвозмездно выполняет все функции родителя. Второй формой также является форма устройства в приемную семью. И существует еще третья форма устройства детей в семью, это усыновление. Хотелось бы обратиться к женщинам, которые готовятся стать матерью. Если у вас возникают мысли о том, что вы не справитесь, не надо отчаиваться. Стара народная пословица, но и мудра. Мир не без добрых людей. Перед тем, как решиться на поступок, обрекающий вас на пожизненное наказание, жить, не зная ничего о судьбе своего ребенка, обратитесь в Комитет социальной защиты. Руководит детским отделением Людмила Михайловна Борзенкова. И я думаю, Людмила Михайловна всегда пойдет навстречу. Виноватой матери, семье малообеспеченной, чтобы поднять этого ребеночка именно в семье, а не отдавать его в учреждения, медицинские, социальные и приюты. Наташа и Сергей пока живут в этом двухэтажном доме, который внешне ничем не отличается от жилого, только что табличкой на входе. У них, как у других детей, есть пища, игрушки, и даже гуляют они, как близняшки в одной коляске. Нет только самого главного – мамы. Если у кого-то дрогнуло сердце, и есть возможность помочь этим маленьким комочкам, уже успевшим лишиться самого главного в жизни, приходите в инфекционное отделение городской больницы или звоните по телефону 528-03-05 или 528-46-12. Наташа и Сережка ждут вас. А если вы могли говорить, то обязательно сказали «Ищу маму». Субтитры подогнал «Симон»!